День с толком Экстренные службы не могут доехать В Барнауле дачники 13 лет Борются за безопасную дорогу Сегодня здесь более 400 животных, а начиналось все С небольшого зооуголка Барнаульский зоопарк отмечает свой день рождения Какой еще зверь может Появиться в лесной сказке Начнем выпуск Свопиющей трагедии Отчим изнасиловал и довел до самоубийства подростков в Барнауле Тело 14-летнего парня Обнаружили 11 августа в дачном домике Садоводства «Прогресс» В ходе первоначальных следственных действий Установлено, что в летний период Несовершеннолетний проживал со своей матерью И 23-летним отчимом В садоводстве Накануне трагедии мужчина совершил В отношении мальчика насильственные действия Сексуального характера Ранее он был неоднократно судим За незаконный оборот наркотических средств 23-летний злоумышленник Задержан, возбуждено уголовное дело По признакам доведения до самоубийства Несовершеннолетнего Обвиняемому также предъявлено обвинение За насильственные действия сексуального характера Вам получается существо Вашего обвинения Понятно по поводу чего? Да, понятно Обвиняемого готовятся заключить под стражу Также следователи устанавливают иные факты Противоправной деятельности в отношении потерпевшего Кроме того, следователям будут изучены Условия проживания несовершеннолетнего в семье И взаимоотношения с матерью и отчимом Действие матери подростка Также будет дана принципиальная юридическая оценка А на кладбище в Шипуновском районе Вандалы разгромили памятники на могилах По фотографиям, которые сделали родственники усопших Видно, что погром устроен серьезный Надгробия где-то сдвинуты Где-то и вовсе повалены на землю Таких поврежденных могил По словам сельчан, было немало Люди написали заявление в полицию И начали восстанавливать памятники Правоохранители же довольно быстро задержали Подозреваемого в вандализме Им оказался ранее судимый мужчина 75-го года рождения Своё поведение задержанный объяснил тем Что находился в состоянии алкогольного опьянения После ссоры с матерью По факту погрома на Шипуновском кладбище Возбуждено уголовное дело По статье надругательства над телами умерших И местами их захоронения Машина приходит в негодность Экстренных служб не дождаться А пешеходы боятся ходить Причина одна – дорога Дорога до СНТ «Росинка» и «Миллиоратор» На Змеиногорском тракте Дорога, которая, кстати, признана непригодной Как люди борются за качественное полотно На протяжении 13 лет Расскажем в следующем сюжете И борьба идёт За вот эту дорогу Мы её называем «хождение по мукам» Сколько я уже обошла кабинетов С 2011 года Садоводы СНТ «Росинка» и «Миллиоратор» Уже не первый год ходят по мукам Дорога до СНТ разбита Вся в ямах и канавах Ездить страшно на автобусе Страшно, машины жалко, бьются Ну, тяжело ходить Ходить тяжело Вот мы ездим на машинах, на своих личных Разбиваем все машины У нас вот низкие машины Бампера уже оторваны На третьих дорогах Понятное дело, что автомобилям двигаться тяжело Сложно, но есть ещё пешеходы Для них нет дорожек Они идут вдоль дороги И блуждающие машины Это очень опасно Особенно в период, когда зимой Да, есть люди, которые приезжают Посмотреть, как у них дела на саду Экстренные службы будут очень долго ехать В случае каких-то чрезвычайных ситуаций Всё было, и пожар, и просто плохо кому-то Ко мне даже скорая приезжала иногда И это очень долго В двух садоводствах зарегистрировано более полутора тысяч домовладений Уже 13 лет люди оббивают пороги всех инстанций Начиная с администрации центрального района Однако ВОЗ и ныне там Делаем всё по закону То есть через головы мы не прыгаем А идём Пошли с низов, пошли Глава администрации был в 2011 году Сираж Простите, забыла имя, отчество Вот он мне сказал Занесём там на 15-16 год На ремонт дороги Ну, а потом выяснилось Что наша эта дорога Не в реестре города В том же году городской маршрут номер 111 грозились отменить Госавтоинспекция провела экспертную оценку И признала дорогу непригодной И садоводам поступило предложение Отремонтировать полотно за свой счёт На приёме я и сказала Хорошо, мы с миллиоратором Отремонтируем её Поставим шлагбаумы Мы же садоводы ездим И всё Нет, уж какая ты умная Нельзя так делать Ну она же ничейная Раз ничейная Ну пусть она наша будет Дорога транзитная По ней регулярно ездят большие грузы А объект всё же включили в реестр Объектов муниципальной собственности В 2017 году И передали на баланс Комитета по дорожному хозяйству Благоустройству, транспорту и связи 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й Где ответ? Ответ Комитета по дорожному хозяйству Будет рассмотрено Ответы всех ведомств Как под копирку Подчёркивает председатель СНТ В прошлом году на проблему Отреагировала прокуратура В этом народный фронт Нами направлено обращение Ответа мы ещё пока не получили Однако В открытом доступе В средствах массовой информации Имеется сведение О том, что администрация Действительно планировала В этом году провести Ремонт данного участка Ну, говорю на сегодня Вот август Пока ещё эти работы не начаты Народный фронт, конечно Берёт эту ситуацию на контроль И будет добиваться Проведение ремонта Обозначенного участка дороги Мы тоже отправили Официальный запрос В Барнаульский комитет По дорожному хозяйству Наши дети в опасности Автобус едет на Баку Перевозчики отказываются Возить наших пенсионеров Извините вы В таком случае Вы не можете помочь Нашим детям Вы не можете помочь Нашим старикам На кого нам рассчитывать Подскажите, пожалуйста Мы готовы обратиться туда Где нам откроется дверь Однако садоводы будут И дальше стучаться Во все двери Чтобы их услышали Так в планах Организовать санкционированный Митинг И обратиться Ещё дальше К президенту Юлия Щепина Андрей Печоркин День с толком Продолжим дорожную тему Новые технологии Новые материалы В дорожной отрасли Представили в семинаре В Барнауле Почти 100 человек В том числе эксперты Из Москвы И Санкт-Петербурга Стали его участниками Как по мнению гостей Можно решить проблемы С ливнёвками А также Какие технологии Позволят снизить затраты На дорожные работы Смотрите в нашем сюжете В Алтайском крае Свыше 50 тысяч километров Дорог общего пользования В РФ мы в числе лидеров Так что Всероссийским дорожным семинарам В Политехе Никого не удивить Зато могут удивить проекты Представленные разными компаниями К примеру Специальная разметка Которая светится В тёмное время суток Самый качественный пигмент Такой пока делают в Японии Он может поработать Порядка 8 часов То есть Свет отдавать В около 8 часов В условиях санкций Про японские материалы Можно послушать А применять свои Импортозамещение работает Эксперты рассказали о том Как К примеру Можно сократить издержки На транспортировку сырья Для нижних слоёв дороги Достаточно лишь взять Местные породы И добавить в них модификаторы Мы в обязательном порядке Обследуем эти грунты Подбираем там Непосредственно И карту состава Подбора смеси Чтобы Было Такого-то процента Вяжущего Такой-то модификатор Группы Который бы усилил Пучинистость Влажность Ответили эксперты И на волнующий журналистов Вопрос о ливнёвках В городах края Тем летом Они далеко не всегда Справляются с большим Объёмом воды После дождя Гости пояснили Причина в быстрых темпах Застройки городов По их словам Площади водосбора Увеличиваются А системы Построенные в 60-х В 80-х годах Справляются Примерно на 30% Это не те Очистные сооружения Которые мы обычно Привыкли видеть В качестве очистки Сточных вод от домов Хосбытовая канализация Она более централизованная А здесь Централизованным способом Вопрос не решить Скорее всего Нужно будет Децентрализовывать И в разных местах В разных районах Ставить свои Также на семинаре Обсудили новые технологии Часть из них Интересна и Алтайскому краю К примеру Сборные изделия Из железобетона Или реконструкция мостов Без их разбора Блеснули своими достижениями И наши дорожники У нас в Бийске Выпускают Эти самые Мастики Для ремонта Бетонных смесей У нас Завод Патронный Как называется По-другому Сейчас Вот Они выпускают Мачеты Для опор Освещения Металлические Алтайский край Регион Со сложными Климатическими Условиями Дорожники При строительстве Должны учитывать Большие перепады Температур На семинаре Представили Много новых Материалов И технологий У алтайских Специалистов Была возможность Выбрать Чтобы в дальнейшем Использовать В своей работе Данил Кузнецов Владислав Ковалев День с толком 22 новых автобуса Распределяют Между муниципалитетами Край В ближайшее время В регионе Продолжают Реализацию Стратегии По обновлению Общественного транспорта Новый транспорт Сообщил губернатор Край Виктор Томенко Уже поступил В регион После того Как специалисты Проверят технику Ее распределяют По муниципалитетам Отметим Один автобус 13 местный Остальные Рассчитаны На 19 пассажиров Добавим также Что на покупку Этого транспорта Из бюджета региона Было выделено 106 миллионов рублей Две российские вакцины От гриппа Уже поступили В Алтайский край Традиционно В августе В регионе Стартует Прививочная кампания Эпидемиологи Утверждают Что вирусы гриппа В этом сезоне Будут гораздо Более опасны Чем ковид Что предлагают Для защиты населения В том числе детей Узнавал Данил Кузнецов За прошлую неделю В Алтайском крае Почти 9 тысяч Обращений пациентов С ОРВИ Для этого времени года Традиционная статистика Рост ожидается Когда на учебу Вернутся студенты И школьники По данным специалистов Вирусов гриппа Год от года Становится все больше И врачи по-прежнему Считают прививку Лучшим средством Профилактики заболевания По сравнению С сезоном 2023-2024 Проведена замена Компонентов Вакцин по вирусу Гриппа Аштрин-2 В прошлом сезоне Был вирус подобный Адарвин А в текущем Ай-Таиланд Ну с учетом Что он и превалировал Не только у нас в крае Но и в целом По Российской Федерации Аштрин-2 Занимал Такое доминирующее значение На выбор у жителей края Три вида бесплатной вакцины Для детей останется Тот же Ультрикс-квадри А вот взрослым Предложат стандартный Савигрипп И относительно новый Флю-М Эта прививка Тоже трехвалентная Но с усиленным Иммуногенным составом То есть она лучше Вырабатывает иммунитет Основной акцент Идет поддержание Жизни и здоровья Наших граждан Которые Относятся К категории Старшего поколения Те люди Которые относятся К этой возрастной категории В первую очередь Лица с хроническими заболеваниями Рекомендована Иммунизация Именно вакцины Флю-М Желающим привиться От ковида Придется заплатить Бесплатно Вакцину не ставят Уже давно Кстати Главный эпидемиолог Отметила Рост заболеваемости Коронавирусом Что касается Прививок от гриппа То на сегодняшний день Их хватает Детских завезли 50% от плана Взрослых Пока немногим Меньше половины В общей сложности До декабря Планируется вакцинировать Свыше миллиона человек Чтобы создать Хорошую иммунную прослойку Для удобства процедуры Даже прорабатывается вопрос Создания мобильных пунктов Под эти цели Даню Кузнецов Владислав Ковалев День с толком Барнаульский зоопарк В эти минуты Отмечает свой 14-й день рождения На такие события В лесную сказку Обычно приходят До 5000 жителей города А ведь начиналось Все с небольшого Зооуголка Директор зоопарка Сегодня устроил Нашей съемочной группе Небольшую экскурсию И поделился Планами на будущее Когда вот читаешь Вернуло хорошее настроение После Большого провала То есть вот человек Пришел специально Для того чтобы Поднять себе настроение Сотни отзывов Оставляют гости Не только из разных уголков Страны Но и планеты Одна из последних записей Например из Гондураса Директор зоопарка Лесная сказка Сергей Писарев Читает все отзывы Конечно бывает и критика Волки голодные Их здесь не кормят Почему сделать такой вывод Мы не знаем Но вот кому-то так показалось На самом деле Животные по всей видимости Не просто сыты Но и в целом Довольны своей жизнью Иначе бы так активно Здесь не размножались Сегодня в зоопарке Более 400 обитателей А начиналось все С небольшого зооуголка Две курицы И два кролика Которые были куплены На старом базаре И все это было Уже больше 20 лет назад Хотя официально Зоопарк получил статус Зоопарка 14 лет назад И сегодня Отмечает свой день рождения Привет 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 Билли Привет Дети мой Хороший Привет Услышал голос Да В зоопарке Очень много животных Которые бы погибли В дикой природе Со сломанными лапками От казняки Гиббон Билли Например Жил в квартире Сейчас у него Большой вольер И скоро появится подружка Кстати Чтобы у гиббона Билли И у других обитателей Каждый день была чистая клетка Еда Вода В зоопарке Каждый день трудятся Почти полсотни сотрудников Иногда даже забирая Животных домой Все, скучился Иди сюда Иди От трехмесячного Рика Отказалась мама Чтобы малыш выжил Зоотехники Каждые три часа Кормили львенка Козьим молоком Кого я только Домой не носила Кого я только Не выкармливала У нас были и тигры Были и львы Выкармливали Сурикатов Ну еще Да Так же вот В переноске Идешь До дому Они очень благодарны В плане к тебе Ты к ним хорошо И они тебе тепло дают На день рождения Обычно подводят итоги В зоопарке За год построили Несколько вольеров Для новых питомцев Там поселились Харзаба Ибаке Гиббон И дальневосточный леопард Многое сделано По благоустройству Так же недавно В лесной сказке Открыли памятник Собаке-герою Варе Часто задаю вопрос Детям, которые гуляют Вы видели росомаху? Вот И они говорят Нет тигров Видели львов Видели жирафов Видели в зоопарках В других В фильмах Видели А вот росомаху Нашу алтайскую Никто не видел И мне очень хочется Чтобы в следующем году У нас обязательно Появилась росомаха И на этом Естественно В зоопарке Не собираются останавливаться Мне часто задают вопрос А что вам не нравится В зоопарке? Я очень часто отвечаю Многое не нравится Потому что Мне хочется большего Мне хочется изменить Мне хочется сделать Еще красивее Мне хочется сделать Еще уютнее И наверное Пока вот это желание Во мне есть Делать что-то Зоопарк будет развиваться Ирина Корчегина Алексей Фризин День с толком Загадочный вокал Ударные и гитара Перформанс в каждой песне Группа Лена Заринская Которую Барнаульцы Запомнили С прошлого музыкального фестиваля Сибиризация Вновь напомнила о себе Ребята выступили В парке Изумрудной В рамках квартирника Под открытым небом Смотрите подробнее В сюжете Они почти три года На одной волне Связывают совместные Репетиции Любовь к неординарности И нестандартный подход К творчеству Кстати название Группы Лена Заринская Совершенно не связано Ни с женским именем Ни с городом Сколько бы я не думал Почему именно Лена Заринская Иначе не могло быть Выросли мы В нашем восприятии Искусства И культуры И в первую очередь В восприятии Самих себя За это время Многое изменилось И тогда Эти два-три года назад Мы первостепенно Создали фундамент Для нашего Нынешнего развития И Достигаем постепенно Новых и новых Небывалых вершин Какого-то определенного Стиля исполнения Нет признаются Участники группы Своё творчество Характеризуют Как экспромт Однако каждый номер И образ ребят Продуман до мелочей Мы выбираем Какую-то концепцию Общую А потом уже накидываем Что у нас Допустим Связано с Древней Грецией И накидываем Какие у нас Есть эти Идеи По Древней Греции Образы И потом мы пытаемся И переделать Так Чтобы допустим Смотря на сцену Даже не подумать Что это Древняя Греция Каждое выступление Перформанс Не просто Исполнение песни А своеобразное Театрально-художественное Представление Кстати Чужие песни Ребята не исполняют На сцену Выходят Представляя Только авторское Личное Это всё происходит Спонтанно Чаще всего Это ночью Просто голосовое Присылается Что я придумала Такую-то песню Или у меня такая Мелодия в голове Каждый чувствует своё Это, наверное, и прелесть Потому что слова Часто даже замудрённые И не все понимают О чём Но в этом же Суть искусства Каждый находится своё В репертуаре группы Сейчас более 20 песен Почти за три года Ребята неоднократно Выступали на подмостках Барнаула В соседнем Новосибирске Тоже были Сейчас готовятся К творческой поездке В Санкт-Петербург Татьяна Голубева Мария Костелева Андрей Печоркин День с толком И к новостям спорта Футболисты Барнаульского Динамо Уступили пермскому Амкару 0-2 К слову, это уже восьмое поражение Белых-голубых в этом сезоне Подробнее о матче И о подготовке женской команды По волейболу Алтая Гао К новому сезону Расскажет Дмитрий Дростов Проливной дождь И лидер турнирной таблицы Этот игровой день Для Барнаульского Динамо Складывался тяжело Пермский Амкар Фаворит всего чемпионата И этой игры Уверенно и по своему сценарию Провел весь матч Против барнаульской команды В первом тайме На исходе получаса игры Счет открыл Александр Доля У Алексея Доли Вот это он попал Молодой футболист Один из самых молодых Вообще в составе А в самом начале второго тайма Еще один мяч Забил Илья Юрченко 0-2 Следующий матч Динамо-Барнаул Проведет дома 17 августа Против дублеров Самарских крыльев советов Тяжелый в плане погодных условий Мать Я думаю, что погода подвела Все-таки На таком поле Не то, что оно плохого качества Оно тяжелое Просто само по себе Оно мокрое, вязкое Поэтому очень тяжело было Вскрыть оборону Амкара Мы знали, как играет Амкар Были готовы к этому Но опять же, мы готовились Что опасные стандарты Угловые В атаке их Мы готовились Мы знали Опять же, мы пропускаем гол В очередную игру со стандарта От дождливого футбола Переходим к солнечному волейболу А именно к женскому Волейболистки Алтай Агал Начали свою подготовку К новому сезону Первый этап тренировок Проходит на стадионе Лабиринта Чтобы игроков Ничего не отвлекало От тренировочного процесса Команда в полном составе Проживает в гостинице 19 августа Стартует второй этап подготовки Команда начнет тренироваться В спортивном зале Вместе с отработкой Игровых элементов Спортсменки будут заниматься В тренажерном зале Алтай Агал Сыграет в дивизионе Сибирь Первый тур пройдет В Новосибирской области С 22 по 27 октября Дмитрий Дроздов День с толком Что ж, на этом у меня все новости Напоминаю, что нас можно смотреть На 22 кнопки В соцсетях Напоминаю, что для вас работает Телефон нашей редакции 205 545 Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует Ну а через несколько секунд Узнаем, какой будет погода До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok